Заходи к нам в магазин и выбери уникальные свитшоты, худи, футболки и даже кружки с логотипом про танки. Или же воспользуйся уникальным конструктором и прими участие в розыгрыше премиум танка. Все подробности по ссылочке в описании. Торнадо Энерджи! Добавил не конистер! Добавил не конистер! Здарова всем ребят! Я могу с уверенностью сказать, что формат скилловых марафонов разработчикам очень сильно понравился. И они сегодня выкатили новый марафон, который называется Охота на разведчика. В результате которого на халяву вы сможете, ну, опять же, на халяву, если будете, по сути, жить ближайшие две недели в игре. С 21 февраля стартует марафон и продлится он 14 дней. Получить вы сможете колесный премиум танк 8 уровня, который вы сейчас видите на экране. Допонар ЕБР-75. Отличается он от остальных тем, что у него у единственного есть барабан на два снаряда. Это реально очень прикольная штука. По сути, перезаряжается он так же, как и все остальные панары на своем уровне, но обладает барабанчиком на два снаряда. Пробития здесь особого нет. Подвижность есть. Есть режимы смены подвижности. Вот это вот поднятие два центральных колеса, ехать быстро, но плохо маневрировать или хорошо маневрировать, но ехать недостаточно быстро. Максималка у него 80 км в час. Ну и, в общем-то, 310 метров обзора. То есть, это танк для активного света или, как крыса-читер из кустов, там по чужому засвету наносить урон на нем, в принципе, тоже можно. Кстати, вот вам два победителя с прошлого видоса. Давайте под этим видео, раз уж такая тема, разыграем 4 победителя по 1000 игрового золота. Для этого нужно поставить лайк или дизлайк видео, в зависимости от того, нравится вам или нет, и оставить комментарий по теме ролика. Кстати, напишите, будете вы потеть на этот танчик и вообще, до какого уровня вы планируете в скилловом марафоне пройти. Или же вы просто-напросто забьете, потому что, по вашему мнению, слишком много от вас хотят разработчики. Ну и в конце своего комментария напишите свой танковый ник. Кстати, давайте еще опрос справа вверх, сверху прикреплю, будете вы потеть в марафон или нет. В общем-то, суть заключается в марафоне все очень просто, как и раньше. Есть задачи на усердие, то есть это для выполнения каждого этапа нужно много играть. Есть задачи на умение. Прежде чем-то, на усердие можно на технике с 6 уровня по 10 катать, а на умение уже в этот раз разработчики пошли, грубо говоря, на уступки и сделали возможность не только на танках 10 уровня, как это было пару месяцев назад, на СУ-130ПМ катать, но и на танках 9 уровня. Я просто хочу пояснить, что если бы были задачи... Там есть задачи на чистый опыт, грубо говоря, на мастерство. Эти задачи, чем ниже уровень, тем проще набивать опыт, потому что, попадая против более сильных противников, да, скилловый игрок может больше опыта набить, чем стреляя на десятки, например, по восьмеркам. Это все в теории, но, опять же, сразу хочу, чтобы вы себя настраивали, что этот марафон, это лишь для самых заядлых игроков, которые играют в World of Tanks, у которых есть куча свободного времени, и они могут проводить его в игре. В этом случае вы можете рассчитывать, что получите этот танк, даже если не являетесь скилловым игроком, потому что задачи здесь вот разработчики сделали достаточно, грубо говоря, мало зависимыми от вас, если вы идете по пути усердия, да, то есть, например, 35 раз победить. Это один из этапов, там, где-то посередине он находится. Победить 35 раз. По сути, с учетом того, что у нас игра стремится где-то к 50% побед, то есть я это слышу, как сыграть 70 боев. Примерно. У кого-то больше, у кого-то меньше, кому-то повезет больше. Все, других условий нет. Если вы там по скилловым идете пути, да, то там 3 раза или 5 раз там, не обязательно подряд набить 20% от урона вашей команды, ну, такие типа мини-ЛБЗ. Но про скилловую часть мы сейчас не говорим, большинство из нас, в том числе и я, по скилловой части вряд ли большинство задач пройдем, хотя их можно и выполнять параллельно. Также есть такие задачи, как просто-напросто в 70 боях, по-моему, или в 80, не имеет значения, в большом количестве боев, в нескольких десятках боев, попасть в топ-10 своей команды по опыту. По сути, все, что от вас разработчики просят, это сыграть где-то 70-80 боев. Я сейчас не буду даже эти задачи смотреть. Я, если хотите, ну, в блюже просто на официальный сайт Wargaming зайдите, там все задачи подробно расписаны. Мне время просто не хватит все их разбирать. По сути, разработчики хотят, чтобы вы много играли. Вот и все. Ну, а для тех, кто не хочет много играть, но хочет приобрести, имейте в виду. В первые дни, можно, прям с первого дня, можно будет этот танчик приобрести, но мы уже с вами после 130PM помним, да, что разработчики здесь хитрые. Они не продают сам танк. Они продают весь набор. Дело в том, что за каждый этап вы получаете, там, голдовые огнетушители, дни премиум-аккаунта до трех штук, боновые всякие резервы-расходники, обвесы на танк, экипажи, слот в ангар. Короче, я не знаю, сколько это все будет стоить, но если вы захотите купить этот марафон, да, оплатить его, вам придется оплатить и все эти этапные достижения, в том числе и премиум-аккаунт, и расходники, и все-все-все. Вот. Поэтому я не рекомендую с первых дней покупать. Я рекомендую действовать по старой схеме. Вы просто-напросто играете в игру так, как если бы вы играли всегда. Если вы не хотите этот танчик, то у вас все равно есть хорошая штука. Просто играя в игру, вы в любом случае будете выполнять эти этапные достижения, и будете получать дни премиум-аккаунта, будете получать голдовые расходники. В общем, по мелочи всего-всего-всего наберется. Какие-то плюшки вы с этого марафона все равно вывезете. Даже если не будете специально принимать в нем участие. Все равно вывезете. Именно от этого я и предлагаю вам отталкиваться. Если же вы хотите этот танчик, прям вот, прям вот, ох, хочу колеса, и хочу прям танк, то практика показывает, что за две недели большинство из нас с вами, просто-напросто играя по паре часов по вечерам, как обычно многие из нас играют, да, кто-то больше, кто-то меньше, опять же, сможет дойти примерно до седьмого этапа. Соответственно, скидка на весь этот набор, опять же, не на танк, а на весь набор, составит 70%. То есть, купить можно будет оставшиеся недостающие там задачи за 30% стоимости и получить этот танчик. Именно по такой схеме я рекомендую вам идти. Больше подробностей, когда все это, ну, уже начнется, я еще сделаю одно видео, где мы с вами разберем, на какой технике, какую задачу лучше выполнять, как проходить. Но понятное дело, что задачи, где вам нужно победить, особо сильно не парьтесь, потому что победа от вас зависит на несколько процентов в бою. Остальное это все как сойдутся звезды, да? Все у нас игроки плюс-минус плавают вокруг 50%. Кто посильнее, там, к 60% поднимается, кто послабее, до 45-35% просаживается. Но это уже, как бы, особые такие случаи. Если вы хотите услышать мое мнение по марафону, то оно такое. На мой взгляд, он стал более ресурсоемким по вашему времени. Я сейчас не говорю про скилловые задачи, я говорю про задачи именно на упорство. Они стали значительно легче. Большинство задач сводятся к тому, что, пожалуйста, просто наиграй энное количество боев и ты по-любому выполнишь. Это, с одной стороны, хорошо, с другой, плохо. С одной стороны, хорошо выполнить этот марафон сможет абсолютно любой желающий, обладающий огромным количеством свободного времени и желанием играть в игру. С другой стороны, для тех, кто немножечко, грубо говоря, посредине находится между скилловыми и, ну, в общем, грубо говоря, зелененькие игроки, да, которые не могут по скилловой задаче пройти, но они неплохо проходили по задаче, где там надо 850 опыта с боя вывести там несколько раз и так далее. Ну, полускилловые такие задачи. Вот, в прошлый раз таких задач было больше, но, опять же, это укорачивает марафон для вот таких игроков, но делает его недоступным для большинства игроков, которые, грубо говоря, звезд с неба не хватают в игре. Понимаете, да, о чем я говорю? Если нет, тогда просто забейте. Марафон стал более, он стал проще, но стал требовать больше времени. Вот к этому все можно и свести. На этом у меня на сегодня все. Не забывайте оценивать видос, голосовать и подписываться на канал. Чао-какао.